Куда направить средства народного бюджета ТОС, жители Молочного обсуждают совместно с городскими властями. До этого общественники оценили территорию села и выявили проблемные участки. Особое беспокойство вызывает благоустройство двух существующих детских площадок и формирование новой между домами на улице Шмидта 11 и 15. На всё про всё денег не хватит. Средств у нас на территорию миллион. То есть, что мы на этот миллион можем сделать? Вот нужно исходить из этого. Взвесив все за и против, жители села решили, что в первую очередь необходимо провести благоустройство территории на улице Шмидта. Пространство по улице Шмидта есть так называемый пустырь. Поэтому мы практически единогласно проголосовали за то, что нужно там поставить площадочку и сделать детские турники. В эту площадку должно войти для массовых мероприятий место, территория, потому что мы всё время проводим здесь новогодние гуляния. Мы очень рады, что нам всё-таки выделили деньги, пусть и небольшая сумма, это миллион. Сейчас мы посмотрели, что очень мало, большие расходы мы размечтали, что много сделаем, и там отремонтируем, и там. Но хотя бы начать, хотя бы начало сделать, заложить основу для культурного отдыха нашего населения. Выделим этот участок за зиму, пока у нас сейчас январь месяц, это мы сформируем земельный участок. Мы начнём с грунта, понятно, да, с работы с плоскостных и с освещения. Проект «Народный бюджет ТОС» стартовал в Вологде 10 октября. Его реализация пойдёт под эгидой губернатора Олега Кувшинникова, по инициативе которого с 2015 года в регионе аналогичным образом реализуются инициативы населения районов. В областной столице будет распределено 36 миллионов рублей, в зависимости от количества горожан, проживающих на территории. Что будет сделано на эти средства, определят сами волокжане. Голосование будет проходить 1-го числа, 1-го декабря. Это будет палатка на улице, и все жители могут прийти и отдать свой голос в определенный вариант. В дальнейшем будут в итоге на общественном совете, и будет принято решение. В последующий год, в течение буквально месяца, запрошена будет проектировочная работа, и в дальнейшем установка и монтаж вот этих вот выбранных объектов, которые люди сами выберут. Очень правильно, что мы здесь только модерируем этот процесс. Мы довели деньги, люди сами собирают предложения, люди сами принимают решения, что же им нужно. Считаю, что это замечательный проект, и его нужно поддерживать. До конца декабря эксперты общественного совета Вологды рассмотрят выбранные инициативы. Подробнее с механизмом реализации проекта можно ознакомиться на нашем сайте или в Центре по работе с населением. Телефон 75 22 81. Айна Ржабагина, Михаил Прищев, Вологды РФ.